Уважаемые коллеги, уважаемый Фалид Исмогилич, здравствуйте! Хочу вам представить пациентку, которая наиболее часто встречается в условиях кардиологического отделения. Пациентка В, 69 лет, поступила к нам по скорой помощи 11 августа 2022 года, 18-20, с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке, усиливающейся в горизонтальном положении, кашель, преимущественно сухой, отеки на коленях, увеличение в объеме живота. Из анамнеза было установлено, что болеет она ишемической болезнью в форме постоянной фибрилляции предсердия много лет. В марте 2022 года перенесла острый инфаркт миокарда. Гипертоник много лет с максимальными цифрами давления до 180 мм ртутного столба. Страдает сахарным диабетом второго типа. Принимает метформин по 1000 мг 2 раза в день. Принимает и другие лекарственные препараты, но какие назвать не смогла. 10 июня выписалась из кардиологического отделения с весом 87 кг. При поступлении был вес 103. Дома лекарства уверяет, что пила, но постепенно отметила нарастание одышки, отеков, появились приступы сердечной астмы, что и послужило поводом к вызову бригады скорой медицинской помощи. При поступлении состояние было расценено как средней степени тяжести. Вес вновь 103 кг при росте 163 см. Сознание ясное, положение активное. Выраженные отеки нижних конечностей, передней брюшной стенки. В легких дыхании визукулярное. В нижних отделах с обеих сторон ослабленное. Единичные рассеянные сухие хрипы. Сатурация составляла 99%. Кислородной поддержки пациентка не нуждалась. Тоны сердца приглушены. Ритмичные. Частота 120 в минуту. Пульс 100. Давление 140 на 100. Живот увеличен в объеме за счет асцита и подкожно-жировой клетчатки. Мягкий. Безболезненный. Печень на 5 см ниже края реберной дуги. Плотная. Безболезненная. Пациентке при поступлении было назначено и проведено обследование. В общем анализе крови на удивление не отмечено никаких патологических сдвигов. Обычно у наших пациентов бывает аномия. Но здесь гемоглобин был хороший. 141. Ритроциты, лейкоциты, тромбоциты и соя. Все в норме. Небольшое повышение уровня глюкозы крови. 6,38. Дневные колебания. 7, 7,4. 8,1. В общем анализе мочи. Небольшая лейкоцитурия. Но при проведении пробы Нечипаренко воспалительный процесс в почках был исключен. На удивление кретинин был хороший. Скорость клубочковой фильтрации 65. Отмечено повышение натриуретического пептида 8,480. Гормоны щитовидной железы были обследованы в предыдущую госпитализацию и они были абсолютно нормальными. Редгинологически у пациентки отмечалось на фоне признаков неравномерного пневмосклероза выраженное сосудистое усиление легочного рисунка и сердце было расширено в поперечнике признаки кардиосклероза. На кардиограмме, как вы видите, ритм фибрилляции предсердия, умеренная тахисистолия до 127 ударов в минуту. Отмечено снижение вольтажа основных зубцов в стандартных отведениях, признаки рубцовых изменений передней боковой стенки, перегрузка правых отделов. Косвенные признаки неполной амбокады правой ножки пучка гиса. На эхокардиографии отмечено снижение фракции выброса по Симпсону 43%, гипертрофия миокарда левого желудочка, зоны акинезии верхушки и гипокинез верхушечных сегментов циркулярно. В верхушке левого желудочка отмечен организованный тромб 39 на 30 мм, дилетация правых камер сердца и левого предсердия, дегенеративные изменения артального и метрального клапанов, недостаточность метрального и трикоспедального клапанов второй степени, легочная гипертензия высоко вероятна. При проведении УЗИ органов брюшной полости и почек выявлен асцит, признаки венозного застоя в системе НПВ и печени, двусторонний гидротурокс, кисты правой почки, камень левой почки. В соответствии с проведенным обследованием пациентке был выставлен диагноз ишемическая болезнь сердца, постоянная фибрилляция предсердий, умеренная тахисистолия, риск инсульта по шкале ШАЦ-2ВАСК 5 баллов, риск кровотечений 2 балла, постинфарктный кардиосклероз, острый инфаркт миокарда в марте 2022 года, организованный тромб верхушки. Осложнение. Сердечная недостаточность промежуточной фракции выброса 43%, 2-й Б стадии, 3-й функциональный класс, дилетация правых камер сердца и левого предсердия, относительная метральная трикоспидальная недостаточность 2 степени, легочная гипертензия, асцит, венозный застой в системе НПВ и печени, двусторонний гидротурокс, массивные периферические отеки. Сопутствующий диагноз гипертоническая болезнь со всеми факторами риска, очень высокий риск, целевые цифры давления 130-139 на 70-79, сахарный диабет 2 типа с индивидуальным целевым уровнем кликированного гемоглобина менее 8%, диабетическая макроангиопатия, дегенеративные изменения метрального и ортального клапанов, ожирение первой степени, индекс массы тела, рассчитанное уже после разгрузки пациентки 30,5, мочекаменная болезнь, камень левой почки, кисты правой почки и хроническая болезнь почек 2 стадии. В соответствии с обследованием и диагнозом было назначено лечение. Высокобелковая диета, петлевые диуретики, форосимид в дозе от 40-60 до 20 мг внутривенно, клопидогрелл 75 мг один раз в день, ксорылта 20 мг один раз в день, аторвастатин 40 мг вечером, эспирол сначала в дозе 50, затем 25 мг один раз в день утром, торосимид 15-10 мг утром, бисопролол 5 мг при поступлении, затем доза была уменьшена до 2,5 из-за появления брадисистолии, лазертам 50 мг два раза в день, амладипин 5 мг вечером, амепрозол 20 мг утром во время еды, форсига 10 мг утром, пациентка продолжала принимать метформин 1000 мг два раза в день, и дегоксин в начале лечения был назначен, но потом отмена из-за появления брадикардии. Значит, на фоне проведенного лечения состояние пациентки значительно улучшилось, практически сразу была оккупирована сердечная астма, постепенно уходили отеки и вес, и к выписке пациентка весила 81 кг. Проведено УЗИ, контрольное исследование жидкости в брюшной и плевральных областях, жидкости не было обнаружено. Отечный синдром купирован полностью, и в состоянии ближе к удовлетворительному пациентка выписано на амбулаторный этап наблюдения, с рекомендациями проведения коронарографии в плановом порядке, наблюдения у эндокринолога и кардиолога по месту жительства, с контролем давления, частоты и веса ежедневно, сведением дневника, тазированные физические нагрузки, пациентка, надо сказать, была достаточно активна, живая, подвижная, ограничение соли до 3 г в сутки, жидкости до литра в сутки, диета с низким содержанием холестерина и достижением целевых уровней либо протеидов низкой плотности 1 ммол на литр, ежедневное включение в рацион не менее 400 г овощей и фруктов. И были рекомендованы практически, как вы видите, представлены те же самые лекарственные препараты, но в поддерживающих дозах. С рекомендацией наблюдения постоянно, если необходима коррекция, то коррекцию проводить при участии врача. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...